Литнет представляет Тала Тоцка Двойная тайна для миллиардера Читает Татьяна Монахова Глава первая Даже не думайте Говорю сделанной строгостью и поглаживаю живот Сидите смирно Вам еще два месяца там сидеть А сегодня Новый год И мы со Стефой собираемся его встречать Со стороны я наверняка выгляжу не очень нормальной Когда разговариваю со своим животом Но я привыкла И к тому, что их там трое А не один и не два Тоже привыкла Два мальчика и одна девочка Данил, Давид и Дианка Мои 3D Каждое утро я с ними здороваюсь Спрашиваю, чего им хочется вкусненького Успокаиваю, если они начинают толкаться и пинаться Вечером желаю спокойной ночи Укладывая рядом с собой Стефка тоже с ними разговаривает А она вообще это делает с первого дня Ну и ругаю я их тоже Вот как сейчас Мне приходится быть строгой Так говорит доктор, которая наблюдает мою беременность Они такие, что хоть сейчас на выход Настя Объясняет она мне на каждом приеме Шепотом, чтобы дети не слышали И наша задача Их уговорить Уговаривать Ирина Андреевна умеет У нее настоящий дар убеждать И на каждом приеме Она очень подробно и обстоятельно Объясняет моим 3D-шкам Почему им не стоит торопиться До сих пор это работало 7 месяцев для тройни нормальный срок Ирина уверена У меня очень послушные дети И если их попросить Они еще подождут Вот я и выкручиваюсь как могу Я сейчас буду наряжать елку А вы будете мне подсказывать Куда какой шарик вешать Договорились? Ай! Один из малышей пинается И я легонько похлопываю по животу Это кто там безобразничает? Данил или Давид? Кто из вас будет футболистом? Признавайтесь Говорю и прикусываю язык Их отец помешан на футболе В юности играл за сборную университета Сейчас у него свой футбольный клуб Я много узнала о нем за последние месяцы Часами выискивала в интернете информацию Потому что ничего не знала об этом мужчине И даже не видела его лица Да, я не оговорилась Мы не были знакомы с Артуром И сейчас нас сложно назвать знакомыми Если не считать одной прохладной июньской ночи Которую мы провели вместе на безлюдном берегу Вместо того, чтобы наряжать елку Тянусь к телефону Честное слово Я недолго, буквально две минутки Только посмотрю и все Артур Тагаев Отец моих детей Очень красивый мужчина У него правильные черты лица Немного резковаты Но мне никогда не нравились смазливые красавчики Его внешность как раз мужская И красота мужская Я подписана на него в соцсетях У Тагаева закрытый аккаунт И мне пришлось создать фейковую страничку Где я знойная красотка С ровным загаром и белоснежной улыбкой Ругаю себя каждый раз Когда смотрю его сториз Он небольшой любитель демонстрировать свою жизнь Купил новый автомобиль Полетал над ущельем на параплане Покатался на водных лыжах Все Когда я захожу на его страницу Ощущение, будто я подглядываю Но есть одно маленькое оправдание У меня в животе его дети Трое И мне хочется больше знать об их отце Раз уж так сложилось Что они ему не нужны Я знаю Таким как Тагаева не нужны дети От таких как я Мне это доходчиво объяснила его мать Сам Артур даже не спустился С третьего этажа их роскошного особняка Куда я пришла, чтобы сказать ему о беременности Он отец Он имел право знать Так я думала Хоть сама еще не знала Что их трое Первый УЗИ показала двойню Но двойня Тагаевых не впечатлила Это же моя двойня Они выгодные партии с перспективами В построении бизнес-империи В тысячный, наверное, раз Смотрю на его фото Тут вам непроглядная темень Могу разглядывать сколько угодно А посмотреть есть на что Я уже решила, что сыновья будут похожи на него Мне нравятся его глаза Черные, выразительные Хорошо, что было темно Я тогда точно бы втрескалась по уши А так? В соцсети проще Зашла, посмотрела, ушла Там всем смотреть можно Вернулась Сделала скрин Удалила Хватит уже дурью Ну, Артур Ну, Тагаев Луна вон на небе тоже есть Кто хочет на нее смотреть, может Сколько влезет Но разве плохо, если я буду больше знать об отце моих детей Зато теперь я знаю, какие у меня будут сыновья А дочка пускай будет похожи на меня Или даже на Стефу Я не против У Стефы нет детей И она ждет моих малышей еще сильнее, чем я Хоть кажется, сильнее невозможно Это Стефка придумала про 3D Мы с ней на второй скрининг вместе ходили И когда меня спросили Вас записать на 3D УЗИ плода Стефка распахнула глаза И сказала потрясенно Настюха, это же так эпичненько У тебя в животе 3D Повернулась к докторше И величественно кивнула Записывайте наших 3D На ваше 3D С тех пор Нас так весь перинатальный центр называет Когда я на сохранении лежала Ко мне даже мэр приезжал Обещал квартиру подарить Но тогда, правда, выборы были Выборы прошли Наверное, он уже забыл Мне не нужна квартира от мэра Мне хочется, чтобы мои дети Были нужны своему отцу А не только нам со Стефой Стефа – моя тетка Вообще-то она Степанида Но называть ее так Давно никто не рискует Так что она у нас Стефания Кто-то должен любить моих малышей Так же, как я И мне кажется Если бы Артур увидел их На этом 3D-снимке Который мне выдали в клинике Он бы их тоже полюбил Но Артур, как только вступил в наследство Сразу уехал за границу Теперь он самый молодой миллиардер в Европе В 27 лет возглавивший империю Тагаевых Вместо отца Он строит империю Я ношу его детей У каждого из нас свои достижения И я уже знаю, что загадаю в новогоднюю ночь Делаю над собой усилия и откладываю телефон Надо нарядить елку Скоро вернется Стефа И мы сядем ужинать Можно будет зажечь свечи в подсвечниках с мешурой И включить гирлянды Настроение уже совсем новогоднее Поднимаюсь, чтобы потянуться к коробке с синими шариками В этом году мне хочется нарядить елку В синим и белом Это первый Новый год в новом доме И последний, который мы встретим с Стефкой вдвоем Следующий уже будем встречать в пятером Внезапно поясницу простреливает А по ногам бежит прозрачная жидкость Растерянно смотрю на живот На лужицу у ног Ну что же вы Говорю животу с упреком Мы ведь договаривались Договаривались, что вы еще подождете Нет Отвечает мне динамик Голосом Ирины Андреевны И в нем явно сквозит отчаяние Настя, нет, имей совесть 30 декабря, завтра Новый год Хорошо Лепечу беспомощно Я еще немножко подожду Может, они передумают У тебя воды отошли Кто там передумает А я гуся мариновать собралась Разве гусей маринуют? Их же запекают Это чтобы мясо сочнее было И корочка хрустела Надо травами натереть и солью А я еще люблю с лимончиком И белым сухим вином залить И на ночь в холодильник Настя, мы вообще о чем говорим? Извините Кусаю губы с раскаянием Что испортило человеку Все удовольствие от праздника Я не специально Вы маринуете? Я тогда сама Какой сама? Отвечает с досадой Ирина Вызывай скорую Я сейчас буду А как же гусь? Ничего, в морозилку пойдет гусь В ней уже проснулся врач-гинеколог На Рождество приготовлю А в Новый год и курица сойдет Бояться я начинаю Уже когда подъезжаем к роддому Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok